Добрый день, коллеги. Я думаю, мы можем начинать. Тема сегодняшнего вебинара у нас управление взаимоотношениями с клиентами в 1С ERP. Меня зовут Якова Елена, я являюсь консультантом-аналитиком 1С компании Кодерлайн. Хочу сразу сказать, если у вас по ходу вебинара будут возникать какие-то вопросы, вы можете писать их в чат, и в конце вебинара мы вернемся к ним, я на них отвечу. Программа вебинара. Сегодня мы обсудим, что такое управление взаимоотношениями с клиентами в принципе, какие вопросы оно решает, какие преимущества внедрения полноценной CRM-системы в сравнении с введением с Google или Excel-таблицей. Посмотрим стандартный функционал, который есть в 1С ERP. Поговорим про такое решение, как модуль 1С ERP для ERP и комплексной автоматизации. И обсудим возможности использования сторонних CRM-систем и их интеграции с 1С ERP. Начнем с того, что такое в общем и целом управление взаимоотношениями с клиентами. Сокращенно это CRM, от английского Customer Relationship Management, что у нас расшифровывается как управление взаимоотношениями с клиентами. Это у нас набор инструментов и процедур, которые направлены на поддержку процесса продаж и маркетинга и призваны их улучшить. Какие задачи закрывает CRM? В первую очередь это консолидация данных клиентов. Чаще всего в CRM-системах она хранится в виде карточки клиента, куда вносится информация о банковских счетах клиента, и другие данные о контактных лицах, которые привязаны к компании и история взаимодействия и покупок этого клиента. Следующая задача, которая закрывается, это отслеживание взаимодействия и активности. Большинство CRM-систем хорошо интегрируется с телефонией, с почтой, с мессенджерами. И можно прямо самой CRM-системе прослушать звонки, посмотреть историю переписки и, в общем, в целом понять, что происходило по этому клиенту. Третья задача – это измерение производительности и продуктивности. Если у нас хорошо ведется клиентская база, мы заполняем все реквизиты, все взаимодействия фиксируем в CRM-системе, не используем, например, личные номера и мессенджеры для коммуникации, то будет достаточно хорошо отследить эффективность и все данные будут хорошо отображаться. Последняя из основных задач – это автоматизация ручных процессов. Самое базовое – это отсутствие необходимости менеджерам вручную, например, подставлять данные в договор или в коммерческое предложение системы сделать это автоматическим. Также в большинстве CRM-систем настраиваются роботы и триггеры, которые могут выполнять какие-то действия за менеджера, отправлять электронные письма, напоминать менеджеру о том, что нужно связаться с клиентом, переносить сделки с одной стадии на другую. Какие основные инструменты бывают в CRM-системах? Это интеграция с телефоней и почтой, интеграция с различными мессенджерами, то есть это Telegram, WhatsApp, есть интеграция с Инстаграмом, интеграция с сайтами и маркетплейсами, и даже на основании некоторых CRM-систем, например, Bittrex, можно создать свой собственный сайт, который будет вообще без всяких проблем интегрироваться с CRM. Маркетинговые инструменты в основном – это все, что связано с различного рода рассылками, как email, так и SMS. Но также в части CRM-систем есть интеграция с рекламными инструментами, такими как Яндекс.Директ. Также у нас практически во всех CRM-системах есть формирование отчетов по эффективности менеджеров, о результатах продаж, о воронках, по причинам отказов. И последнее – это проведение сегментации клиентов. Это в первую очередь служит для маркетинговой активности. На основании сегментации клиентов мы чаще всего и делаем маркетинговые рассылки, базы для прозвона и так далее. Какие проблемы решает CRM-система в сравнении с ее отсутствием или введение клиентов в простой Excel-таблице? Первое – это увольнение или уход сотрудника в отпуск. То есть если у нас ведется CRM в отдельной системе, когда у нас человек уходит в отпуск или вообще увольняется, у нас нет большой проблемы для того, чтобы передать его сделки и клиенту другим сотрудникам. У нас уже отображается все взаимодействие. Все данные. И новому менеджеру будет достаточно просто вникнуть в курс дела и продолжить вести этого клиента без необходимости что-то заново уточнять и звонить. Вторая проблема, достаточно распространенная – это кражи клиентской базы. К сожалению, такое бывает, но менеджеры добросовестные бывают и иногда удаляют данные из той же Google-таблицы, копируют их себе и переносят их либо в новую компанию, либо бывает такое, что начинают с ними работать как частные лица. CRM-система, конечно, полностью эту проблему не решит, но хотя бы частично она позволяет сохранить данные клиентов при правильной настройке. Расширение возможностей для аналитики. Опять же, при грамотном ведении CRM-системы нам намного проще оценить, какие менеджеры работают эффективно, каким нужно еще лучше начать работать, в каких этапах продаж у нас есть максимальные провалы, провести аналитику по сезонам и в целом скорректировать нашу стратегию продаж и нашу маркетинговую стратегию. И последняя проблема – это забывчивость сотрудников, так называемый человеческий фактор, когда сотрудник может элементарно забыть про клиента, пообещать связаться, но, к сожалению, не сделать этого. CRM-система обычно настраивается таким образом, чтобы сотруднику постоянно приходили напоминания о том, что надо что-то сделать, какие-то действия будут делаться за него при настройке роботов. Опять же, CRM-система полностью не решит проблему человеческого фактора и очень многое остается на компании и руководителе и том, как руководитель грамотно донесет о том, что нужно все инструменты использовать. Но, тем не менее, грамотное внедрение позволяет все-таки человеческий фактор свести к минимуму. Сейчас предлагаю рассмотреть возможности типового функционала CRM в 1S ERP. Основная сущность, которая вообще есть в системе CRM в ERP – это сделка с клиентом, которая у нас позволяет просматривать список документов по сделке, регистрировать коммерческие предложения, регистрировать условия продажи, формировать на основании сделки заказ поставщику, составлять план работ по сделке и регистрировать взаимодействие. Вот так вот у нас выглядит новая сделка. Я предлагаю перейти в конфигурацию, в демо-версию конфигурации и посмотреть чуть-чуть подробнее. В ERP у нас есть отдельный раздел CRM и маркетинг. Он достаточно небольшой. И давайте перейдем в сделку с клиентами. И рассмотрим сделку на примере покупки холодильников с компанией Antor. В разделе «Основное» мы указываем клиента, указываем соглашение с ним, указываем ответственного за эту сделку. Здесь у нас сделка уже закрытая, поэтому указаны даты начала и окончания. Можно указать потенциал сделки. Он указывается как вручную, так и можно его установить на основании других данных, на основании, например, первичного спроса или выставления коммерческого предложения. И есть у нас вероятность успешного закрытия сделки. Вручную менеджер должен ввести те данные, как он оценивает это сам. Но также система нам подсказывает на основании данных, которые в ней есть, и статистики, какая у нас вероятность закрытия сделки успешная. Оценка стапа. Здесь у нас отображается оценка стапа, оценка в целом по менеджеру, который здесь является ответственным, оценка по клиенту, по виду сделки, средняя оценка и расчетная. Для аналитики можно указать первичный интерес, то есть откуда у нас пришел этот клиент, и в дальнейшем для маркетинга и аналитики это использовать. Далее перейдем к статусам. Здесь у нас статус выигранный. Если у нас указывается статус, что сделка проиграна, то мы здесь указываем причину проигрыша. Опять же, это используется по большей части для аналитики того, почему мы проигрываем сделки. И также у нас есть вид сделки. Здесь чуть-чуть поподробнее. Какие виды сделок у нас бывают в типовом функционале? Самое первое – это типовая продажа. Это такой вид сделки, при котором у нас есть регламентация того, как происходит переход с этапа на этап. То есть, например, менеджер не может сменить этап сделки, не выполнив какое-то условие. Например, не заполнив какое-то поле в карточке. Также у нас есть сделки с ручным переходом по этапам. Это вид сделки, когда менеджер может самостоятельно, безо всяких условий, менять этап и даже пропускать некоторые этапы на свое усмотрение. Последний вид сделки – это прочие непроцессные сделки. В данном виде не используются как таковые этапы. И такие сделки обычно используются для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов. По вкладке «Основное» у нас все. Следующая вкладка у нас – это взаимодействие. Здесь отображаются все взаимодействия по данному клиенту, звонки, смс-сообщения, электронные письма и встречи. На вкладке «Документы по сделке» у нас будут отображаться документы, которые были по этой сделке. «Задачи проекта». В данном разделе можно создать задачу под данную сделку. Тоже давайте перейдем, посмотрим, что в ней есть. В «Задачи» мы указываем проект, указываем исполнителя, куратора. Также для задач у нас тоже есть свои стадии. Вводим описание задачи, и сюда в дальнейшем будет вводиться результат выполнения. «Окружение сделки» – это то, что сопутствует, какие взаимодействия были и кто взаимодействовал с этим клиентом. В «Задачах» у нас находится список задач по этой сделке. И в «Заметках» можно создавать заметки по данной сделке на свое усмотрение. По карточке сделки у нас все. И еще я предлагаю посмотреть такой объект, как претензии. У нас в типовом функционале есть возможность фиксировать претензии от клиента. Так, это претензия поставщику. У нас есть два вида претензий – претензия клиента и претензия поставщику. Претензия клиента, соответственно, поступает нам от клиента. Мы ее регистрируем и в дальнейшем обрабатываем. Претензия поставщику у нас – это когда мы выставляем претензии уже к поставщику. Если он нам что-то не довез, привез что-то бракованное и так далее. И в результатах рассмотрения мы указываем результат рассмотрения нашей претензии. Предлагаю еще посмотреть отчеты по CRM и маркетингу. Самый базовый отчет – это воронка продаж. Этот отчет показывает, какое количество сделок находится на каком этапе и позволяет оценить, на каком из этапов происходит наибольший отвал. Еще один тоже достаточно базовый отчет – это отчет по причинам проигрыша сделок, если мы их указываем. Он позволяет у нас оценить в целом, по каким причинам мы проигрываем, по ответственным, то есть у какого менеджера какая самая частая причина провала и причина провала по партнеру. И последний отчет, который хочу здесь показать, – это эффективность сделок. Данный отчет просто показывает, какое количество сделок у нас на данный момент находится в работе или выиграно, и показывает, какое количество сделок мы проиграли. Сейчас вернемся к презентации. Как вы могли заметить, функционал типовой в ERP достаточно ограниченный, и подходит он далеко не всем, и кому вообще может подойти такое решение. В первую очередь, это компании, у которых нет большой клиентской базы, и они работают с клиентами в долгую. И нету также холодных озвонов, потому что в типовом функционале не предусмотрена вообще работа с следами. Также подойдет, если нет большого количества коммуникаций, и нет необходимости, так скажем, напоминать менеджерам о том, что нужно с кем-то связаться. И третий пункт, по которому может подойти типовый функционал, это когда нету большого количества маркетинговых компаний, либо они отсутствуют в принципе, потому что, опять же, типовый функционал очень слабо закрывает потребности для маркетологов. Какие вообще есть выходы? Первый вариант – это установить модуль 1С CRM для ERP и комплексной автоматизации. Это уже полноценная CRM-система на базе 1С. Она уже выглядит, как привычная многим CRM-система, с Kanban-досками, интегрируется с достаточно большим количеством сервисов. Сегодня демонстрацию полноценную проводить с CRM не будем. Это тема для отдельного вебинара, но коротко пройдемся по ее возможностям. Первое, что есть – это почтовый менеджер. 1С CRM интегрируется со всеми известными почтовыми службами и позволяет подключить аккаунты менеджеров и вести переписку по электронной почте, не переходя в саму почту, и вести ее прямо из CRM. Также здесь поддерживается интеграция, наверное, с 90% телефоний, которые существуют. Здесь есть маршрутизация звонков, возможность перенаправить звонок на другого сотрудника и также вести записи телефонных разговоров, которые будут храниться в дальнейшем в системе. Диалоги – это рабочее место, в котором, опять же, не выходя из самой CRM, можно общаться с клиентами в Телеграме, в Телеграме, в WhatsApp и других мессенджерах. Здесь поддерживается уже интеграция с календарями, с Google календарем и Outlook. Есть возможность принимать и обрабатывать заявки с сайта, например, те, которые поступают с формы обратной связи и другие. Здесь также есть мастер принятия обращений. Это рабочее место, которое позволяет регистрировать обращения вручную и всячески помогает менеджеру в этом. Ищет уже существующего клиента в базе, либо помогает создать нового. Также в 1S CRM есть большое количество роботов и триггеров, есть большое количество настроек сценариев для отправки уведомлений и прочего. Вот так вот как раз выглядит интерфейс 1S CRM. Здесь у нас показан диалог с клиентом в Телеграме, который ведется в самой CRM. Также в 1S CRM намного более красочные и полные отчеты по продажам в сравнении с типовым функционалом, которые также гибко настраиваются, как и в остальных системах 1S. И есть еще, например, такой отчет как контроль руководителя, который позволяет руководителю оценить по каждому своему менеджеру, что он должен сделать по каждому клиенту, где он опоздал с чем-то и напомнить, например, ему об этом. Кому подойдет такое решение? В первую очередь компаниям, у которых уже менеджеры умеют работать с интерфейсом 1S, они к нему привыкли, и будет достаточно просто их переучить на интерфейс 1S CRM, чем сторонние системы. И также подойдет, если менеджеры работают не только с функционалом CRM, но, например, еще с разделом закупок, продаж и другими. Теперь поговорим про использование сторонних CRM-систем. На рынке их существует огромное количество. Самые популярные у нас это VITREX24 и AMA CRM. Также существует большое количество отраслевых CRM, которые разрабатываются под конкретные отрасли, например, для недвижимости, салонов красоты, фитнес-клубов и так далее. Какие у нас есть преимущества использования сторонней CRM-системы? Это большой набор возможностей в первую очередь. Так как CRM-система отдельная, разрабатывается именно как CRM-система, то там достаточно большое количество функций. Например, VITREX24 используется даже не всегда как CRM-система, а достаточно часто как корпоративный портал, как таск-трекер, используется для ведения проектов, например. И в этом плане, конечно, это намного удобнее, чем, например, 1S-CRM. В готовых CRM-системах достаточно много возможностей для интеграции с разными сервисами, и эти интеграции уже готовы. То есть, например, они часто идут в формате приложений, бывают как платные, так и бесплатные, и нет необходимости писать интеграции вручную. И последнее такое преимущество – это возможность выбрать решение под конкретную отрасль. Как я сказала, существуют отраслевые CRM, которые наиболее полно закрывают потребности для предприятий в какой-то конкретной отрасли, и нет необходимости как-то сильно дорабатывать базовую конфигурацию, либо подстраивать свои процессы под систему, которую мы выбираем. Какие есть недостатки у использования сторонних CRM-систем? В первую очередь, это проблемы с интеграцией. У Bitrix24 и AMA CRM достаточно уже много есть готовых модулей, которые хорошо работают, можно сделать кастомную интеграцию, но, тем не менее, даже с такими широкими возможностями все равно возникают иногда проблемы, то, что мы не можем реализовать это полностью как нам надо. С CRM-системами менее известными может быть еще больше проблем, они могут вообще не интегрироваться с 1С, и тогда придется работать без интеграции. Второй недостаток – это дополнительные расходы на сопровождение системы. Если мы выбираем использование типового функционала или используем 1С CRM, то мы можем сопровождать программу у одной компании, которая занимается только 1С. Если мы выбираем сторонние системы, скорее всего придется искать еще одну компанию, которая будет отдельно заниматься сопровождением именно CRM. И также бывает необходимость нанимать, например, администратора для CRM-системы дополнительного. И последний недостаток – это необходимость обучения сотрудников, особенно если до этого работали с какой-то другой системой, переход на новую бывает очень затруднительным, сотрудники не всегда охотно учатся, и с этим тоже, к сожалению, зачастую возникают проблемы. Кому подойдет все-таки использование сторонней CRM-системы, а не выбор продуктов 1С? Один из кейсов – это когда компания не хочет давать доступ менеджерам в 1С. Такое часто бывает, когда менеджеры, в принципе, не хотят пускать в 1С, и документы в 1С формируют другие сотрудники. И второе – это когда компания, у которой потребности не закрываются с типовым функционалом, либо требуют очень больших доработок, тогда, конечно, имеет смысл выбрать какую-то стороннюю CRM-систему и работать с ней. На этом основная часть презентации – все. Я предлагаю перейти к ответам на вопросы. По поводу бесшовной интеграции с ERP-уха, этот модуль не для ERP-уха, это только для комплексной автоматизации и ERP. Но можно 1С-РМ использовать именно как отдельную. По претензиям регистрационный номер можно присваивать, задавать правила тоже можно. Задачи, да, можно назначать вручную. Файлы сходу не подскажу, но вроде бы тоже можно прикладывать. Исходящие претензии, да, тоже можно ввести. Это вот как раз претензии поставщику. Какую CRM рекомендуется для 1С ERP-уха? Здесь нужно конкретно смотреть, что у вас за компания, как вы работаете, и уже на основании этого выбирать. То есть если для вас этот вопрос актуален, можете написать к нам на почту, и тогда уже с вами свяжется менеджер, и этот вопрос можно будет подробнее обсудить. Так, ну я вижу, что в чате вопросы уже закончились. Я предлагаю на этом закончить. Если после вебинара останутся еще какие-то вопросы, можете написать нам на почту, и менеджер с вами свяжется, и уже более подробно сможем разобрать это. Коллеги, всех благодарю за внимание. Я думаю, что на этом наш вебинар подходит к концу. Субтитры создавал DimaTorzok